Ради высшего блага приветствую вас в бою за веру, ребята. Надежда и любовь еще где-то там, но за веру мы уже сражаемся. С вами товарищ Атомный, и как вы понимаете, это клон Дюны 2000 и Дюны 2. Давайте начнем. Вы понимаете, на что эта планета похожа. Мне кажется, что кто-то увидел здесь Марс, кто-то увидел здесь Дюн, но это не Дюн и не Дюн, потому что веритасиум или что-то такое, веритасиум, это вообще вода. У нас, как бы, тут все вам похоже на Дюну, может быть на Марс, да, и как бы специи должны добывать, но на самом деле нет, здесь главный ресурс веритариум. Если мы увидим дальше, это фактически водичка, да, ну, как бы, водичка самый ценный ресурс во всей галактике. Так что экономьте воду с-под крана и собирайте ее, будете в будущем богаты, ребята. Ну что, погнали. Это у нас небольшое такое вступление, руководство разъясняет, что и как ставить. Деплой размещаем. Здесь все-таки есть отличия и в игровом подходе от серии Синси или Дюны. Мы сейчас их, собственно, увидим. Мы сейчас увидим, что мы сейчас увидим. То есть у нас, вот, допустим, техника здесь строится больше, как у японцев в Синси третьем. То есть у нас готовится техника, а потом мы ее выводим и раскладываем там, где их желаем, а не так, что мы размещаем сразу готовое здание. It is building right now. Вот, вы видите, сейчас она разлаживается. Вот, и готова к завершению. So, that's complete and we have new abilities to construct. У нас есть новые здания, которые мы можем построить. Многие, кстати, спрашивают, почему я говорю на русском и на английском. Для практики языков я еще и говорю на немецком, русском, на французском, русском, на эсперанто, русском, на японском, русском. И есть еще ряд других языков. Поэтому это практика языка и она убирает вот этот барьер, когда, знаете, понимаешь язык, но не можешь говорить. Вот почему я так делаю. So, I'm speaking different languages in order to remove the barrier to constantly translate and speak another languages. Only when you're speaking, you're removing that barrier. Okay, so now we're deploying the refinery. Сейчас мы добывающий завод размещаем. So, this is the mining factory. And the next is the refinery. И вот это обогатитель. And now, instead of having the harvesters that would actually transfer water to the refinery, we need to connect this mining depot with the refinery, with the tube. And to do that, we need to construct a bot. Смотрите, сейчас у нас вот надо построить бота. Это фактически некоторый аналог корвестера, только который еще может и строить. Он, с одной стороны, и добывает ресурс, и с другой стороны, и строит его. И нам нужно вначале соединить вот, собственно, добывающую платформу с обогатителем посредством трубы. А после того, как мы соединим ее трубой, мы можем добывать вот в эту добывающую платформу, собственно, саму воду. Необычная механика. Непонятно, почему так сделано. С моей точки зрения, ну, было бы логично, либо мы просто ставим вот насос и обогатитель, собственно, и соединяем их трубами, зачем-то да нам посредники, вот эта техника. Ну, или мы посредством техники переносим ресурсы. Но здесь вот так вот сделали. То есть, здесь нужна и труба, и техника. So, that's weirdly, because from my perspective, it's like you insert the pump and the refinery, and you don't need the vehicles to transport the resources. But here, you actually need the pump, the refinery, and the vehicles that would actually take the resources. В самой графике, кстати, она достаточно симпатичная. Вот мне местность нравится, как она сделана, да. С самим боевым единицам не хватает стиля, вот что я скажу. So, the pixel graphics is pretty nice, though I think that the game lacks this style. Units and buildings does not look, you know, like that stylish and cool piece of art, piece of architecture. То есть, ну, с моей точки зрения, как бы здание и юнита, они должны представлять из себя объект искусства. То есть, это должны быть такие классные образы, на которые приятно смотреть, смотрите. Вот это классно выглядит, да, чтобы запоминалось, чтобы, ну, глаза радовался. А здесь все весьма банально. Сам стиль прикольный. Вот от чего радуется глаз, так это от того, как выглядит местность и главный ресурс. Оно выглядит симпатично и почему-то привлекает внимание. Мне напоминает игры из 90-х, особенно почему-то Герой Меча и Магии 2, да. So, the terrain and the resource really catches the eye. It gives me the feelings from the, you know, 90-х and Heroes of Mine and Magic 2. That's the statistics. And this is pretty awfully done. Статистика здесь очень так слабо сделана. Мне она совершенно не нравится. И можно сделать лучше. And now this is from directly from Dune, so this is the sectors and three sides that would capture the terrain. То есть, вот, снова калька с дюны, только реализована похуже. То есть, у нас есть карта и сектора, которые каждая из фракций захватывает. И мы боремся за эти сектора. И печалька в том, что мы не можем выбирать, куда мы будем нападать, а куда нет. Это, конечно, неприкольно. So, the flaw of this map, while this is pretty simplistic, Mac first, and the second thing, we cannot select where to attack. Yeah, 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 instructions, да-да-да, инструкции, skip, пропускаем. And now we need to receive the reinforcements. Так, вот у нас другая база. И теперь нужно будет уничтожить противника. Let's start. So, this is like a buggy or this tricycle. So, он как бы трicycle есть и немножко пехоты. Ну, давайте-ка сразу строить. Let's continue constructing. And we already have some mining operations. У нас уже есть кое-какие добывающие возможности. By the way, majority of structures is limited to this area of elevated ground. Кстати, большинство-то строений нельзя строить за пределами вот этого возвышения вот такого плато, да, как в Дуне 2000 было. So, that was like in Dune 2000. And this game lacks one of my favorite features from Dune 2000. And it is to construct, you know, the concrete blocks on the surface of those plates that actually protect the buildings from additional damage. Очень не хватает вот этой моей любимой фишки из Дюны 2000, когда мы строим плиты, а потом на них размещаем здания. Это прямо, я не знаю почему, но вот в Дюне 2000 одна из самых любимых моих фишек это строить вот эти плиты и размещать на нее здания. Вот как-то очень мне это нравится. И еще, конечно же, использовать этих самых инженеров и захватывать противника. Вот почему-то в серии CNC, и конкретно в Дюне, мне очень нравится именно захватывать все здания инженерами. Не уничтожать мужиков здания, а именно захватывать их. И строить плиты. Вот какой-то такой фетиш. Если у вас есть такой фетиш, ставьте папе в глаз, лайк вверх и пишите комментарий, что да, мы то, что я разделяю. Если вы хотите строить конкретные плиты в Дюне 2000 и capturer все это с инженерами, то нажмите лайк и пишите комментарии, что это будет потрясающе. Я записываю это видео, кстати, я не перезаписываю это видео, получилось так, что я записал сам игровой процесс, а аудиодорожка с моими комментариями не записалась, поэтому я переозвучиваю это видео. Вообще, я исправлю себя, я не перезаписываю это видео, но я перезаписываю комментарии на этот эпизод, потому что, когда я записывал, основной аудиодорожка не было записано. И у игрушки это есть потенциал, то есть мне достаточно приятно играть, и мне понравились вот эти отступления от полного копирования механики Дюны и какие-то свои собственные идеи. То есть на совмещение с чем-то известным вот этих новых идей мне нравится. Так, я люблю это, что они не повторялись полностью, но они реагировали и реагировали новые механики Дюны, но они реагировали и реагировали новые механики. Это что я люблю, что я люблю, что я уже знаю, с новыми механиками, и это очень классная вещь. К сожалению, есть много новых функций, чтобы сказать, что это не клон, это очень хорошая и интересная игра, поэтому она нужна более уникальные функции. Вот я вам скажу такую штуку, что несмотря на то, что здесь есть некоторые новшества, но их не так-то много, чтобы сказать, что это уникальная, прикольная игра, все-таки она больше чувствуется как клон с некоторыми отступлениями и интересными механиками. Итак, эти игры чувствуются как клон с некоторыми новыми механиками, и они должны реагировать графику, не из-за территории, но из-за университета, строительства, строительства и строительства. И скажу, что вот еще бы стоило бы переработать графику, потому что единицы, вот эта техника, пехота, здание, которые мы делаем, ну они не прикольные. Они типа, ну никакие, ну то есть, ну вот они и есть, как бы и есть, да, никаких плюсов, никаких минусов. А ведь можно делать пиксельную графику и анимацию, которые люди будут смотреть, типа, мал классно. You know, the graphics of the units is like, okay, so it is, it is not bad, it is not good, it is like, okay, but in a pixel style you can draw this kind of units or buildings that everybody would like, enjoy and say, oh, that's cool, it looks really cool. And that's what I want to see in this game. And the music is also pretty nice. Вот еще скажу, музыка достаточно интересная, ну то есть, ее приятно слушать, so that catches my eye. Let's destroy those enemies, давайте-ка добьем этих противников. Like the remnants of the bases, even retains даже остаются оболомки баз. Now, there is no feature, you know, like RTSs where all the corporates, and FPS where all the corporates of the enemies that you slaughtered, actually retains. That would be a cool feature if somebody implemented that. Вот вы знаете, с обломками я вам скажу такую фишку, на самом деле, что в стратегиях, что в боевиках не хватает вот этого, чтобы после поля битвы оставались обломки какие-то, да, трупы тех, кого перебивал, поставлял. Это, на самом деле, интересный такой момент, который выделит игру и сделает ее прикольной, уникальной. Знаете, вот вы уничтожили вражескую технику, а ее обломки остались. И вот снова переходим к недостаткам карты, ну то, что она квадратичная, тоже понятно, но мы даже не можем выбирать, куда нападать, да. Все-таки серия Down of War в плане развития вот такой интерактивной карты пошла значительно вперед, и мне нравится она больше. The series Warhammer Dawn of War series is actually in mid-step of forward towards that kind of maps, where you can actually interact and decide where to attack, and here, no, this is predetermined, so that's just animation. То есть это просто анимация, да, никакой интерактивности. I want to have interactivity. А я бы хотел иметь интерактивность, понимаете. I wanted to have interactivity. So, you see, this music is cool, вот эта клевая музыка, and now we have a lot of those vehicles that it can transform in the buildings. Ну, вот сразу множество техники, которые могут трансформироваться в здание, and we can select how to deploy them. Мы можем выбрать, как их разместить. You know, those vehicles do not differ from the different buildings that we are constructing. Ну, а вот недостаток того, что у этих техники, по ее внешности, нельзя определить, какое здание она будет строить. Ну, то есть, тебе нужно выбрать, посмотреть и почитать. So, you need, like, to select and to find out where is, uh, what exactly that building is constructing. Okay, deploy the pump. Размещаем помпу. And the refinery nearby, the refinery nearby, and the refinery nearby and the refinery here. Okay. It's done. Now the bots would construct. вот и сейчас построят собственно трубы почему i don't get why this is impossible to construct не совсем понял вот почему сейчас именно нельзя разместить трубы в данном месте да потому что вот буквально через какое-то время вот буквально через минутку здесь я смогу ставить трубы все будет нормально so like in a minute or even in a few seconds now i wouldn't be able to construct those tubes and that would be okay so why i had not had no opportunity to construct those tubes like few seconds before i don't get it вот непонятно совершенно почему пару секунд назад и я не мог эти трубы построить а вот теперь могу maybe somebody would explain возможно кто-то сможет объяснить кто-то может даже простить что я так неудачно укладывал трубы and they would forgive for me messing up with these tubes you know maybe this people who are important возможно есть просто сантехники для которых такое обращение с трубами будет очень нехорошим тем более это в засушливом регионе да ok let's deploy another building давайте еще здание произведем and yeah i need i want heavy factory хочу тяжелый завод i want to see the heavy units хочу увидеть тяжелые боевые войска i like that tank например вот этот танк here we go отлично завалил противника now yeah give me give me give me more refinery i guess давайте-ка еще обогатитель силу а вода а have more resources я таким образом смогу а получать больше ресурсов and this is the pump это у нас помпа будет that small pool вот этому маленькому бассейнчику i don't know how to start the repairs of the buildings чуть-таки не знаю как и не вижу здесь кнопок именно начало ремонта зданий надо помпа еще на эту станцию я сеньки из пикозных афорий у нас он 45 из 50 энергии по площадке поэтому явно потребуется сейчас еще этот станции вот так вот ну все при daring of the finery так обогатитель rrc о о о о о that's a large force plein достаточно большие войска i-i-i i don't think i will hand out to kill them all не думаю что получится их всех перебить, но я постараюсь. Невозможно их передавить, пожалуй, к сожалению, было бы неплохо. Эту фишку почему-то убрали. То есть вот эти роботики выступают не просто как добытчики, а они еще могут ремонтировать и строить вот эти трубы, да, то есть есть у них какая-то польза. So there is something good in that. And actually now I understand that I can connect tubes not through the exit, but directly through the cliffs, that we have that possibility. Вот, кстати, я не оценил возможность, вот сейчас только до меня дошло, что можно-то эту трубу не вот так через пароход соединять, а прямо через отвес, через утес, и будет нормально. Okay, deploy here, давайте-ка здесь развернем. We need to Russian properly be free area. Нужно правильно распределить свободное место, чтобы успел построить все. And the voice of computer, you know, that actually says about what's going on. It really sounds like GLaDOS. Вот, кстати, голос который предупреждает базы, там база такого, что как он на GLaDOS мне напоминает. And I like that. Мне это нравится. That's known but a nice voice. То есть это знакомый, но приятный голос. Поэтому он сюда подходит. So I think that voice fits the game. Interesting, what's you thinking. Интересно, какое ваше мнение. Итак. Build more, еще построим. Now I need our forces in order to destroy the enemy. Так, теперь мне нужны войска, чтобы таки уничтожать противника. And where is the heavy factory? Так, ну и тяжелый заводик нужно будет произвести. I need to redistribute my forces in order to defend all the important areas. Сейчас попытаюсь рассредоточить несколько войска и разведать, чтобы иметь возможность прикрыть мои ресурсы добывающие и вообще стратегические подходы к базе добычи ресурсов. Окей. Still not enough for the heavy factory. Все еще недостаточно. Тяжелый, ээээ, тяжелого завода. Rocket Troopers. Пару ракетчиков построен, построен. Because they are good against the enemy vehicles. Потому что они хороши против вражеской техники. Okay. What to order trooper. Обычно хотят, so rocket troopers или ракетчиков. Now deploy here the heavy factory. Так, ну наконец-то. Тяжелый завод развернем. And that would be my time. So, я буду производить танки. Ага. В общем, я рекомендую эти игры. Стоит их. В общем, ты показываешь. These, которые, как�, дюне-серийские. И они любят, сниженные игры и другие начинки. Но, если я имею в виду дела. Генera-ли, я не могу. Они здесь копировались. Так, я думаю. Ну что в общем, я не понимаю. Это иноч coupe дюне. and they do not have any success because they generally repeat the same thing as was proposed by Dune 2 or Dune 2 Zelda. Why we need to play this if there is better games like Dune 2 or Dune 2 Zelda? on Sinset 3, on Tiberium Twill, like, и другие-другие, где повторяются Dune. Ну, это чисто игры, которые сделаны вот клонами Dune 2, Dune 2000. И спрашивается, на что рассчитывают разработчики? Ну вот чем они будут покорять? Это же, фактически, вот в этой игре нет ничего такого, что не было бы в Dune 2 уникального или Dune 2000. Ну, немного прикольный стиль. вот эта игровая механика на этого мало большинство предпочтет ну людей играть в оригинальную дюну 2 с помощью эмулятора или в дюну 2000 чем вот в любой из клонов никогда клоны не будут популярными но я могу понять еще знаете типа опыта подкопить узнать как это делается игры там все это это еще понятная цель но на какой-либо успех вообще не стоит расчет именно экономически купить день вот эти вот она же продается эта игра как и другие клоны там дюны но их никто не покупает потому что в чем смысл если есть оригинальные дюны где и все точено уже и известно это как бы классика и она популярна и вот вот эти неизвестные новыми то есть это единичные игроки будут это играть а потому что играют в уникальные новые проекты они могут чем-то быть похожи на популярные игры но и предлагать очень много нового только вот в это игра они в клоны популярных других игр которые во многих аспектах уже во всех аспектах чем чем тот игра которую они планировать даже те клоны которые лучше чем оригиналы сделаны даже они не добиваются популярность so the problem is like even the clones that are better than original does not have the commercial success and those that are worser than the originals what are they actually can propose what they can propose because there is if you have problems with originals like we doing to of course are the controls are updated but into doing to sell them the controls are the same but but there is a plenty of modes that actually recreate doing to order in 2000 on the more modern since the engines like since the general score а теперь enjoy light or the red alert 3 and they all are better and they are free and this you need to pay и помните в чем прикол вот такая пиксельная стратежка да она ведь конкурирует вот с вот этими модами для того же сенси тиберинт виллайт или джендерал спродюна до или open r-a и спрашивается если все эти моды более качественные выглядят круче и при этом они абсолютно бесплатны кто будет уплатить за то что хуже so who pay for something more this is only like to gain experience to actually call the game how the process of development going on what to do better and how actually to you know work with a steam how to put their games how to upgrade them how to you know to use the use of sales and discounts and what the stats what the problem so that's more like research kind of thing rather than actually earning money то есть помните у таких игр но нету перспектив коммерческих я могу понять если это делают и там студенты или кто-то кто учится программированию до хочет узнать как это лучше программировать на вот как создать такую стратегию как работать со стимом как туда загрузить игру как загружать обновления как сработать со скидками с распродажами вот вот это да то есть чисто как такого набор опыта и обучение ну это зайдет но по-серьезному рассчитывать что игра которая по всем аспектам хуже и еще и стоит денег хоть как-то будет продаваться это как по мне ошибочное представление с ума кажется что как что я думаю это какой-то ошибок если вы а в эшете от при появлась в плот с теперь usi Я даже сомневаюсь, что многие игроки будут играть в эту игру, потому что... Какой смысл, давайте-ка атакуем, давайте попробуем прикончить уже финальной волной. Хотя техника вот у меня достаточно быстро заканчивается. Я совершенно не заметил, что противник начал контр-нападение, и моя база совершенно не прикрыта. И моя база не прикрыта, и вообще-то я потеряю здесь. Ну и вот это приводит к тому, что я вроде как нападал, я вроде как щемил, но по итогу получил поражение. То есть, оказалось, что в этой карте два противника, а не один, один слева, другой справа, и пока я был включен на одну базу, другая зашла мне с тыла. И на самом деле тут уже все, да. Напишите свои комментарии, что вы думаете о моих мыслей. Ну а на этом все, что мы подсоем только так и обеждаем. Live long and prosper and that's how we win. Спасибо.